То, что вы сейчас увидите, можно назвать настоящим беспределом и сравнить с разборкой 90-х на полигоне. Но это официальные соревнования, которые проходят в ринге. Привет, молниеносные скорпионы! Вы на канале Муай Тай Сикея и я Федорович. Сейчас вы станете свидетелями настоящих боев без правил, причем я вам покажу сразу две схватки. В первом бою сойдутся команда LPH из Польши, город Познань, в серых футболках, против команды Корабеллы из Украины, город Николаев, в черных футболках. Если вы смотрите бои в таком формате впервые, вы можете испытать культурный шок и непонимание, как такое можно было назвать спортом и проводить официальные соревнования. Но у каждого свое мнение на этот счет. Кто-то считает, что участие в таких боях воспитывает настоящий характер и командный дух, а кто-то советует пацанам взять в руки ножи и ломики для полной картины беспредельного боя. А у нас тем временем начинается бой и все бойцы разбиваются по парам. Кстати, обратите внимание, что в этом бою мало кто из бойцов переходит в партер, в отличие от предыдущего боя, на который я делал обзор, где за первые 5 секунд все уже боролись на конвасе. А больше работают в стойках. Видать, собрались ударники. Я советую вам обратить внимание на бойцов из польской команды в серых футболках. Они работают довольно хитро, если не сказать подло, но по правилам поединка это разрешено, поэтому ничего предосудительного в этом нет. Но хитрость в том, что двое бойцов борются в партере, а двое рядом стоят в стойке и смотрят друг на друга, примеряясь. И тут один поляк резко разворачивается и подбегает к ребятам в партере и с разгону заряжает ногой по голове лежащего снизу украинца. Конечно, тот сразу отключается и можно сказать, что Польша выигрывает, так как получает преимущество плюс один боец, а дальше начинается 2 на 1, 3 на 1 и так далее. Этот момент также нам показывает, что такое партер в уличной драке против нескольких противников. Пока будешь делать болевые одному, второй просто отфутболит твою голову. Но самое непонятное, почему правилами данных соревнований это разрешено. Ну я, конечно, понимаю, что это бои без правил, но все-таки. Такие удары, когда человек не ожидает удара, а ему прилетает нога с разбега по затылку, очень опасны для здоровья. А мы переходим к следующему поединку. В котором сошлись Янг Волк из России, город Москва в серых футболках, против команды Визман из Швеции, город Готенбург в черных футболках. Пока бойцы готовятся, я вам расскажу теорию, откуда вообще взялись такие бои. Самая основная версия – это драки ультрасов или футбольных фанатов. Они часто устраивают после матчей бои стенка на стенку. Но затем ультрасы начали проводить полуофициальные соревнования четко 5 на 5, где и решали, у какой команды самая сильная поддержка. А тем временем наш бой начался и практически сразу. Четыре пары оказались в партере и только двое бойцов пытаются работать в стойке. Но когда хоть кто-то остается на ногах, это очень опасно для всех остальных. Потому что пока ты борешься и думаешь про защиту, тебе в любой момент может прилететь нога в голову или по ребрам. Что у нас и происходит. Постепенно бойцы начинают уставать и кто-то получает преимущество. Некоторые поднимаются в стойку с партера, а кто-то наоборот уходит в партер. Но это все до первой победы в какой-либо паре. Пока команда не получит численное преимущество. Тот, кто работает в стойке, не особо хочет рубиться один на один, а ищет возможность засадить к кому-то лежачему. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А в этом бою судьи явно не уследили за некоторыми парами и шведов просто выключили до потери сознания. Победа осталась за командой Young Wolves из Москвы. Здоровья, конечно, пацаны оставляют в таких боях немало. Но, как говорится, это их выбор, который мало кто поймет. Пишите в комментах, а вы бы поучаствовали в таком замесе. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями. Пускай прозреют от серьезной мясорубки. Также смотрите бомбовые видео в описании и подписывайтесь на мой второй канал. А если вы хотите научиться драться или усилить свои тренировки, забирайте бесплатные видеокурсы в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.